Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с парнями, ему 30 лет, не работая, только нервы мне трепляют, ревнуют, необоснованно и скандалы устраивают. Аноним, а что общего между вами и человеком? Что общего? Что вас объединяет, что вас связывают, собственно говоря? То есть вы изначально, получается, с ним сошлись только из-за скуки? Ого. Или как? То есть, понимаете, штука в чем, без понимания того, что между вами общего, без понимания того, что изначально вы к нему чувствовали и как, я бы сказал, что контент, контекст, точнее контекст, извините, ускользает в ваших отношениях, ну формы, формы ваших отношений. Вот. И, на мой взгляд, это не очень хорошо, потому что нам же нужно понимать, с чем мы имеем дело, грубо говоря. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь, внимание обратить ваше, я хотел бы на это, с чего начинались ваши отношения, как они начинались, что между вами общего, что вас объединяет и какую форму взаимодействия вы, ну вот, продвигаете этим человеком. То есть, что это за форма. Вот. Понимаете, да? Вот это, на мой взгляд, очень важно увидеть. Прямо сейчас, прямо сейчас, по крайней мере. Дальше идем. Значит, не работает, только нервы мне трепет, ревнует необоснованно, скандалы устраивает. Но это вы на него жалуются. То есть, вы говорите, что он не такой, каким я хочу его видеть. То есть, перекладывайте ответственность за то, что некомфортно вам. Когда я работал по 14 часов, по 14 часов он из места не двинулся, чтобы пойти работать, а я работал целый год. Выглядит так, как будто вас кто-то заставлял это делать. Это, судя по всему, было вашим решением работать. Я имею ввиду по 14 часов целый год. Это было ваше решение, не как вы которое. Но отвечаете только вы. Весь досуг оплачивал я, живем отдельно, он с мамой живет, ему 30 на 21. Опять же, то, что вы оплачивали досуг, это ваш выбор. Никто вас этого делал, судя по всему, не заставлял, поэтому, как бы, вот. Что касается того, что он живет с мамой, ну, опять же, у всех условия свои. Вопрос в том, устраивает вас это или нет. Ему 30 на 21 много раз доводил меня до истерик. Снова вы перегладываете ответственность. Как мне кажется, в данном случае, то есть, говори о том, что он до истерик доводили вас. Вот, вы, на мой взгляд, исключаете из этого уравнения свою собственную акцию. Активность по введению себя в состояние стерки. Вы пишите. Особенно раздражало, когда я шла с работы устав, все мне нервы трепяло в плане того, что мне нужен кто-то другой. Бывший продавец магазина или придуманный, по его мнению, кто-то, я не знаю кто, что мне нужен другой половой партнер. Нравится это, да, я что вообще на всех смотрю, мне все нравятся. Ну, здесь молодой человек, конечно, говорит про себя, но интересно, что вас это именно раздражает. То есть, какие-то такие желания у вас есть, но вы запрещаете им быть. Поводы для ревности не дают ни с ко мне вообще, если никого не смотрю, вот как будто вы оправдываетесь, да. Много раздавал меня таким поведением до истерик. Опять же, перекладывается ответственность. Я расставалась с ним, сошлись вновь, а что изменилось, то что вы расстались, из чего вы зашлись с ним, из чего какие-то выводы, какие-то решения были приняты при схождении. Уже прошло полтора года наших отношений, он ни разу не пошел работать, а должен, почему вы считаете, что он должен это делать? Видите, вы надеетесь, что человек изменится. Это деструктивный момент. Когда вы с ним расстались, он кидал камни в окно, благо решетка стоит на окнах. Ну, то есть, принципы агрессии здесь. А к чему вы это написали? Понимаете, вот так в ощущении, да, что много у вас подавленной злости на него. Сейчас опять сошлись с ним. Я повторюсь, что вы изменили сразу. Сделали ли вы какие-то выводы, когда сходились два, то есть приняли какое-то решение или что, то есть, ну вот. Вы же сошлись почему-то. Ну вот, значит опять сошлись с ним, будущее не вижу с ним. А зачем сошлись тогда? Нет, вы не видите будущего. Сошлись из-за скуки, наверное. Я не знал, скука это подавление своих чувств, вам нужно как раз таки подавление снять. Этого в этом поможет психолог. Боюсь расставаться с ним даже, потому что недавно сошлись. А как это связано? Да и одной я не хочу быть. Вы, судя по всему, не принимаете сами себя, раз вам сложно быть в одиночестве. Я не знаю, как быть и что мне делать. Есть ощущение, что вы потеряны в своей жизни. Вот. Есть ощущение, что вы не очень понимаете, куда вы идёте по жизни. То есть нет каких-то глобальных целей у вас. Вот. И соответственно вы не ощущаете себя. Вот. На мой взгляд у вас нет цельного образа ещё. Себя. Вот. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь. О Brandon Оканна. О하�раст. Ох и ни01 sexual. Продолжение следует...